Исторический очерк геронтологии Мы начнём этот исторический очерк с «Древних греков». Мне удалось найти интересную книгу. Это книга Рыбаковой «Проблема старости в европейской философии. От античности до современности». Это сугубо такая научная книга, но всё-таки что-то такое о старости. Дело в том, что когда я стала разрабатывать этот курс, я обнаружила, что литературы на русском языке нет никакой, просто никакой. Я отправилась в библиотеку, где дорогой брат наш, Володя Степанов, тщательно собирает всякую литературу, что только есть у нас на русском языке. И вот там я нашла книжечку. Эта книга была такая ветхая, что каждая страничка была наклеена на картоночку. И вот эта вот на картоночке наклеенная, это был наш автор, Павел Рогозин, младший современник Проханова. Называлась книга «Как избежать преждевременной старости». Я её дрожащими руками принесла в издательство. Её вот издали. Она продаётся и, оказывается, есть в нашей библиотеке, так что вы можете взять. Это очень увлекательно написанная, популярная книга. Рогозина вообще такие вещи интересовали. У него есть книга о душе, психее. Есть книга «Существует ли загробная жизнь?». То есть, тема старости, смерти интересовала его давно, когда он был ещё молодым. Так что такой автор уважаемый. А это, значит, Рыбакова взялась исследовать проблему старости в европейской философии. Я, значит, взяла оттуда, и вот вас хочу познакомить с такими авторами – Платон, Эпикур, Стоики, Цицерон и немного о средних веках. Так вот, Платон – это самый древний автор. Это V-IV века до Рождества Христова. Он благородного происхождения, назначен был для политической карьеры, стал учеником Сократа. Сократ – это его учитель, к которому очень привязался. Но Сократ был казнён. Его приговорили к казни, чтобы он сам себе придумал смерть. И он в ванной вскрыл в себе вены. Фактически, это была казнь. Но после казни учителя он отказался от общественной деятельности. Он очень много путешествовал. Но в итоге вернулся в Афины. И на окраине города, в роще, посвящённой Богу Академусу, такой Бог был Академус, основал свою школу. Отсюда её название «Академия». И отсюда у нас идёт слово «Академия». Академия наук, Академия искусств. Это вот Бог Академус, где в этой роще основал Платон свою Академию. Долгая жизнь суждена была этой Академии до того, как её разрушат по приказу императора Юстиниана уже в VI веке. Это будет христианский император, который будет истреблять всё языческое заодно и эту Академию. Значит, примерно тысячу лет существовала эта Академия. Но политика всё же настигнет Платона в старости. Ему будет 60 лет. Его пригласят наставлять молодого правителя, как быть королём-философом. Но успеха не было от этого предприятия. Но мы обязаны ей появлением произведений о государстве и о старости. Древние греки считали способными к управлению только старцев. Даже слово «сенат» происходит от слова «старик». Так вот произведение о власти, о государстве, об управлении Платона. Он рассматривает три типа стариков, из которых только один готов к управлению. Низшее сословие у правителей – это хозяйственное сословие. Оно склонно к стяжательству и своей корыстию. Всегда, видимо, слышите? И в древние времена. Стремление к личному благу, боязнь смерти. Таких невозможно допускать к управлению государством. Они его раздерут. Другой тип – бывшие стражи, военные. У них полнота исполнительной и судебной власти. Но сами они находятся в подчинении управителей философов. А вот философы – вот это вот тот класс стариков, которые способны к управлению. О них сказал еще драматург Софокл. «Пристарелые люди заслуживают гораздо большего почтения, чем молодые. Они причастны к общей жизни Вселенной и космическому круговороту. И старость – это возраст жизни, исполненный глубокого смысла». Послушайте, какие черты отмечены старости. В старости происходит максимальное укоренение в жизни. К чему я стремился? Что он достиг, и большего не дано. И переиграть нельзя. Вот то, что достиг, то достиг. Это первая черта. А другая черта – это поворот нашего бытия к трансцендентному. Трансцендентное – это то, что превосходит материальный мир. Понимаете ли, мы уже говорили про то, что старики, они ближе к вечности. Они дышат вечностью, они идут в эту вечность. Поэтому старые люди могут понимать духовные вещи, превосходящие материальное бытие. Старость – это есть зов вечности, зов трансцендентного. И отношение к старикам и старости – это показатель развития культуры. Если между людьми нет единения, то исчезает понятие рода и народа. Слышите, как интересно? Если между людьми нет единения, нету рода, нету народа. Потому что род – это кто кого родил и кто с кем связан. Уважение к старости – это объективный показатель непрерывности, связности исторической судьбы народа. Ну вот и произведение государства Платона. Там дан образ старика Кефала. Кефал. Он олицетворяет модель государственного масштаба. Это философ. Духовный тип старости – Кефал. Он знает сокрушение двух первых типов, то есть их проблемы, их трудности. И делает обобщение, что не старость сама по себе заставляет огорчение, а склад человека. Кто вёл жизнь упорядоченную и был добродушен, тому и старость лишь в меру трудна. А кто не таков, тому и старость, и молодость бывает в тягость. Мне очень нравится высказывание. И обратите внимание, вот такой далёкой древности, вот 4-5 века до Рождества Христова, говорится о хорошей старости, когда жизнь упорядоченная и добродушный человек, любящий людей. Не злой человек, не сварливый. Добродушный. И у него порядок в жизни. Тому и старость не в тягость. Только разумная часть души спокойно, непоколебима в старости. Таков вот Кефал. Видеосеминария ТВС – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чём молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Ну, про ибикурейство я скажу только несколько слов, потому что, знаете, это даже неинтересно. Это то, что апостол Павел сформулировал. Будем есть, пить и веселиться, потому что завтра умрём. Такое убеждение, такое отношение к жизни у Пикура возникло потому, что он считал простодушно, что мы получаем информацию только от органов зрения, обоняния, вкусовые, то, что видим. То есть это единственные источники нашего знания. Поэтому счастье в том, чтобы этим пользоваться, услаждать наши глаза, услаждать наше обоняние, наши вкусовые эти рецепторы. Вот поэтому ешь, пей, веселись. Ну, и цель человеческого существования он видел в наслаждении и путь к счастью. Ну, многих людей это привлекало. Вы знаете, и в то время, и в наше время. И это даже тут и сказать нечего, потому что это настолько поверхностно. А вот стоицизм – это интересное направление. Вы знаете, это стоики верили в закон. Закон природы, закон совести или долга. Бог для них – это всё наполняющая энергия, которой мир создан и поддерживается. Это всемирный разум, или логос, который проявляется в порядке, красоте мира. Логос. Вы знаете, что для первых наших апологетов, христианских, чтобы писать для греков, которые хорошо знакомы с философией, они использовали имя для Христа – логос, божественный разум, который воплотился, чтобы греки могли понять, что это не просто человек родился, а это Бог явился в оплоти. Поэтому называли его логос. Потому что осуществование логоса, всемирного разума, потому что жизнь очень упорядоченная, когда ты смотришь на порядок времён года, на порядок созревания и жатвы, на порядок в светилах и в их движении, то ты понимаешь, что есть кто-то, что-то в этом мире, который всё это в порядке держит. Вот стойки это понимали. Ну, и он жил во времена, когда жил апостол Павел. Поэтому даже есть такие мысли, что он мог переписываться с Павлом, якобы письма эти есть. Но это всё не подтвердилось на практике, этого нет. Но, тем не менее, время, представляете себе, это время жизни апостола Павла. Он был воспитателем будущего императора Нейрона и имел большое влияние на него. Но потом подозрительный Нейрон заподозрил его в заговоре и заставил кончить жизнь самоубийством. Очень много произведений осталось. Целый том письма Луцилию. Это, видимо, то ли реальный человек, то ли выдуманный. Но письма Луцилию, они полны его всякими замечаниями. Мы можем понять его философию. О чём он пишет? Он пишет, что мудрость – это совершеннейшее благо человеческого духа. Мудрость некоторые определяют как знание всего божеского и человеческого. Мудрость и сверхвременно. Вот почему в философии нельзя заниматься урывками. Лишь в постоянной заботе о душе, дробность жизни, её прошлое, настоящее и будущее сольются в единое, сверхвременное благо, раскрывающее истинную божественную природу души. Благо не может быть больше или меньше. Оно либо есть, либо его нет. И путь блага – это путь должного. Делай то, что должно. И собери воедино вот эти все кусочки нашей жизни, из кусочков там, куда мы идём, с кем мы встречаемся, что мы делаем, что мы пишем, где наша работа. И вот должно это всё быть слито в одно целое. Ему принадлежат чудесные слова. «Все заботятся не о том, правильно ли живут, а о том, долго ли проживут. Между тем, как жить правильно, всем доступно, а жить долго никому не доступно». То есть все заботятся не о том. Понятно, да? Жить правильно – это доступно всем. А жить долго – недоступно. И вот очень много он говорит о значении личности, о её самоидентификации. То есть гнёт жизни чувствует только тело. Душа, она может быть свободна под этим гнётом. И к старости она часть бремени сбрасывает. И даже когда снасти сорвёт, кормщик приспосабливает, что осталось, и плывёт дальше. То есть в старости уже не так важно, что имеет твоё тело и в каком оно состоянии. Потому что ты можешь это отбросить. Вы знаете, что это всё полно значения, когда ты живёшь сам вот в этом времени. То есть надо примириться с тем, что у тебя слух уже не такой, что у тебя ноги уже не такие, что у тебя там скорость не такая, ты не можешь уже рекорды ставить по гимнастике или толкание ядра, или там что-нибудь. То есть ты принимаешь, что это какие-то, как на корабле, какие-то снасти, паруса, которые можно уже выбросить, не отягощать свою жизнь, потому что можешь плыть дальше без них. И всю жизнь, говорит Синека, нужно учиться тому, что пригодится только один раз. Учиться смерти. Поскольку знания о ней невозможно проверить на опыте. Жизнь у человека может оборваться в любой момент. Поэтому о смерти необходимо думать всегда. Но в старости, в отличие от прочих возрастов жизни, смерть неизбежна. Это главный пункт назначения. Вы знаете, что? Здесь наш философ религиозный Бердяев сказал на эту же тему такие слова. Человек не может жить полноценной жизнью, не определив своего отношения к смерти. Рождение, оно от нас не зависит. А к старости и к смерти мы можем готовиться. Старость от Бога, полнота жизни от человека. То есть старость приходит само собой. А полнота жизни зависит от человека, как он эту жизнь прожил. Полнота жизни в старости – это осмысленность. Это то, что мы читали. Знание пути своего. Это высочайшая гуманность всего божественного и человеческого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok